Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Под конец уходящего 2020 года мне хочется поделиться с вами какой-то полезной информацией. Мастер-классы, которые многие смотрят как развлечения, это, конечно же, хорошо. И хоть снято большое количество, несколько проектов сейчас у меня в работе, но сегодня информация будет чисто техническая. Сегодня не будет много экшена. Будет много слов, но зато я дам информацию, которую вы на просторах интернета просто не найдете. Никто не хочет заморачиваться на эту тему. И сегодня речь пойдет о моем новом приобретении, это бормашина Marathon Handy 700. На моем канале не так много зрителей, которым интересны бормашины, поэтому в первую очередь этот обзор я буду снимать для моих друзей из группы типичную ювелир на ВК. Группа открытая, очень позитивная и люди там очень доброжелательные. На любой вопрос вы можете получить ответ и никто не будет смотреть на вас свысока. Ювелир из меня, мягко говоря, не какущий. И с бормашинами я в основном занимаюсь резьбой по кости. Но периодически за продуктами хожу мимо ювелирного магазина и это дает мне право снять обзор на вот эту вот свою обновочку. Handy 700 это машинка с бесколлекторным наконечником. Она очень дорогая, я о ней мечтал несколько лет, но не решался купить по одной простой причине. Меня вполне устраивала та машинка, которой я работал до этого, Marathon M3 Champion. На эту машинку тоже есть обзор и ссылку вы найдете в описании к видео. Бормашины и всю оснастку я покупаю в магазинах для стоматологов, в частности магазин Медика Сервис в Воронеже. Я попросил друга, выслал ему денежку и он привез мне эту машинку домой. Ссылку на магазин я дать не могу, потому что, по-моему, у них даже нет сайта. Но если у вас есть желание, вы сможете найти такую или аналогичную в интернете. А вот ссылку на группу Типичный Ювелир я приведу в описании к видео. Заходите, подписывайтесь, там очень интересно. Эта машинка была куплена две недели назад. Я, естественно, успел ей поработать и очень впечатлился. И так совпало, что скоро с участием этой машинки выйдет совместный мастер-класс с каналом Мужская Берлога. Это будет, я надеюсь, очень интересный и полноценный проект. И ссылку на канал Мужская Берлога вы тоже найдете в описании к этому видео. Но проект выйдет прямо в ближайшее время, скорее всего, после Нового года. Так что не пропустите. Для того, чтобы обзор был более понятен, мне придется сравнивать между собой Marathon M3 Champion и Handy 700. Это машинки совершенно разного класса. Они отличаются, прежде всего, типом применяемых наконечников. Естественно, мощностью, крутящим моментом, ну и другими параметрами. Все это мы обязательно рассмотрим. Но прежде, наверное, начну вот с чего. Таких бормашин у меня было три. Первая бормашинка, она отработала у меня благополучно, наверное, года четыре. Я ее подарил сестре. В комплекте были ключики для того, чтобы можно было разбирать наконечник. Хотя машина не вышла из строя, я ее просто подарил. Себе купил еще две абсолютно такие же. Но они отличались только пластиком. Просто тактильные ощущения были другие. А так машинки тоже очень хорошие. Но вот две новые уже не комплектовались никакими ключиками. Ну, скорее всего, была уже другая поставка. Теперь вот по поводу Marathon Handy 700. Поставляется она вот в такой вот большой коробочке. Внутри находятся еще три коробки. Большая обычно посередине и две маленькие по бокам. Вот в этой большой коробочке, вернее, в той, что побольше из маленьких, лежит педаль. А вот в этой вот наконечник. Ну и, естественно, всевозможные бумажки. Первым делом я, естественно, стал смотреть на наконечник и что к нему есть в комплекте. Здесь, как видите, есть только лыжемент. Но зато вот такой вот ключик в комплекте все-таки есть. То есть наконечник при желании, при необходимости можно разобрать. Да, еще забыл сказать, к первой машинке Marathon M3 Champion были запасные щетки. А к этим машинкам, вот этим, которые куплены позже, щетки, я докупал про запас. Ну, просто, чтобы они были. И щетки стоят в комплект около 700 рублей. Handy 700 можно купить в разных комплектациях. Как и с простым наконечником, с коллекторным, так же и с бесщеточным. В основном идут два. BM40M и BM50M. Я взял с сороковым наконечником, потому что он имеет максимальный крутящий момент. Но у меня были подозрения на какую тему. Сороковый наконечник, естественно, имеет максимальную частоту вращения 40 тысяч оборотов в минуту. А блоки позволяют регулировать до 50 тысяч. Меня очень интересовал вопрос, будет ли падать, например, крутящий момент после превышения максимального количества оборотов для этой машинки. Или что-то еще другое будет происходить. Звонил специально в техподдержку. Оказалось, что техподдержка просто вообще не в курсе. Еще буквально пару нудных слов, но это важно. Как к самой бормашинке, так и к наконечнику, идут бумажки. Но самое ценное здесь вот такая вот табличка. Это бумажка к наконечнику. Вот та же самая табличка. Я бы рекомендовал вам поставить видео на паузу и посмотреть. Это зависимость частоты вращения от диаметра оснастки. Та же самая ситуация, что и с фрезерами. Чем крупнее фреза, тем меньше должны быть обороты. Есть еще одна бумажка, которую я пока не буду вам показывать. Это будет буквально через несколько минут. Ну а теперь я, пожалуй, возьму крупный план для того, чтобы вам было лучше видно. Маркировку, какие-то значочки, кнопочки и тому подобное. Про Marathon M3 Champion я уже много рассказывал, но сейчас очень бегло освежу в памяти. Во-первых, что в комплектации. Сам блок представляет собой стабилизированный регулируемый источник питания напряжением до 30 В. И на передней части регулятор позволяет изменять обороты. Педаль здесь самая примитивная, без регулировки. Если работать с педалью неудобно, то включать и выключать машинку можно клавишей. Еще один переключатель – это прямое или обратное вращение, ну и, конечно же, управление педалью или ручное. Это блок постоянного тока и, естественно, предназначен он для работы с микродвигателями коллекторного типа. Чаще всего эта машинка комплектуется вот таким микродвигателем. Модель SDE-H37LM. Крутящий момент из разных источников немножко отличается. Где-то написано 2,7, где-то 2,8 ньютон на сантиметр. Существуют и наконечники другого типа, например, 35-е или наконечники с другими буквами. Они намного хуже. Вот это самый надежный наконечник. У него очень мощные подшипники. И я не слышал, чтобы именно вот такой вот наконечник когда-то у кого-то вышел из строя. А вот наконечники попроще. Имеют переднюю металлическую тонкую часть. И, соответственно, там подшипники стоят поменьше. Вот они периодически разлетаются. Ну или если не разлетаются, то начинают люфтить. И появляется дисбаланс. Очень важно, чтобы микродвигатель просто так не лежал на столе, потому что он круглый и катается. Если вы случайно нажмете на педаль, то он у вас покатится, побежит и может упасть. Чтобы этого не происходило, есть разные держатели. Слева или справа можно установить вот такой стаканчик. Он может устанавливаться в двух положениях. Наконечник в нем хранить очень удобно. Но только в том случае, если оснастка маленькая. Большая оснастка, например, какие-то полировальные диски или отрезные, сюда просто не поместятся. Гораздо удобнее вот такие ложементы. Наконечник прекрасно на них ложится. И с них не спрыгивает. Ну или вот такой. Прошу прощения, что они у меня чумазые. Но эти машинки уже видали виды. И такая пыль, она практически уже не отмывается. Ну, выглядит страшно, зато все рабочее. Теперь отодвигаем в сторону. И давайте рассмотрим Handy 700. Марафон Handy 700 прежде всего предназначен для работы с бесщеточными наконечниками. Поэтому внутри находится частотный преобразователь. Именно за счет изменения частоты происходит изменение оборотов. Преимущество бесколлекторных наконечников очевидно. Во-первых, они имеют просто колоссальный крутящий момент. Если марафон М3 чемпион имеет где-то в районе 2,8 ньютона сантиметр, вот этот наконечник крутит с усилием 8,5 ньютона сантиметр. 50-й наконечник имеет больше оборотов, но крутящий момент чуть-чуть меньше. 7,4 ньютона сантиметр. Но все равно это очень много. На все профессиональные наконечники, в том числе и на 37-й, установлены цанги 2,35. А если быть точнее, 2,34 миллиметра. Это стандартная оснастка для ювелиров, для зуботехников и для других целей. В случае необходимости цанги на этих бурмашинах меняются, и можно установить цангу покрупнее. Но вот если говорить про 37-й наконечник, можно докупить цангу только под диаметр 3 миллиметра. 3,2 уже здесь не становится, а точнее 3,17. Примерно та же ситуация и с бесколлекторными наконечниками. Но честно скажу, я в эту тему и просто не вникал, потому что 3-х миллиметровая оснастка, это скорее всего големый Китай. Ну а сами понимаете, какое там качество. Стоматологическая оснастка намного лучше, и она гарантированно хорошо и качественно работает. По поводу ХНД-700 меня смутило то, что к ней не идут в комплекте никакие ложементы или стаканчики. Хотя место подкрепления стакана есть. То есть микродвигатель мне положить некуда. Благо у меня есть еще ложементы в запасе. Сбоку есть несколько отверстий. Практически на каждом или хотя бы на каждом втором сайте показано, что это отверстие для хранения оснастки. По идее вроде бы так. Но там проходят какие-то провода. Хотя боры упираются в глухую стенку. То есть в принципе боры вешать можно. Еще сбоку расположены две магнитные полоски. Нужны они для того, чтобы вешать борфрезы. Но я категорически против этого варианта, потому что борфрезы намагничиваются, на них начинает налепать металлическая пыль, и в результате она портит вам изделие. Кроме того, металлическая пыль, повешенная на хвостовике, практически не видна. И когда вы будете вставлять борфрезу, то она и может остаться в цанге, и может потеряться соосность. Вот так выглядит блок сзади. Подключается при помощи обычного кабеля, как, например, компьютер. Но зато здесь есть предохранитель. Слева от вас находится гнездо подключения педали. Вот так выглядит педаль. Она очень большая, массивная, и это педаль с регулировкой. А вот справа от вас находится разъем для подключения бесколлекторного двигателя. Это тот самый 40-й наконечник. Эта бормашина хороша тем, что она позволяет работать как с бесколлекторными, так и с коллекторными двигателями. И на передней части слева расположен еще разъем для подключения, например, 37-го наконечника. Коллекторный двигатель имеет трехпиновую вилку, ну а разъем 5-пиновый. На бесщеточном наконечнике, естественно, тип присоединения другой. Это накидная гайка. Три ряда, 10 пинов. На этикетке приведены основные данные и есть небольшая странность. Указана мощность 40 Вт. То есть 40 Вт что на входе, что на выходе, даже не учитывая КПД. Но мне кажется, что эта цифра на самом деле должна быть больше. Бормашины вот такого типа с хорошим крутящим моментом имеют мощность 65 Вт. Хотя может быть здесь связано именно с КПД. Мотор А щёточный, мотор Б бесщеточный. Выход, постоянное напряжение 32 В. Ну 30-32. В принципе стандарт считается 30. И машинки эти производятся в Корее. Есть и китайские аналоги, но китайские намного хуже. Оба наконечника могут быть подключены одновременно, но работать можно, естественно, только одним из них. Ну а теперь самое время включить и посмотреть органы управления машинки. Она практически сразу готова к работе. И что у нас здесь за индикаторы? Первое, это кнопка включения. Нужна она для работы в ручном режиме. Вторая кнопка с обозначением наконечника имеет два наименования. Вверху зелёненькое DC, то есть это обычный коллекторный двигатель, или внизу BLDC. Это бесщеточный. Брашлес. Нажали кнопочку, загорелся красный светодиод, это значит будет работать бесколлекторный. Нажали ещё раз, позеленело, значит DC. Обычный наконечник. Левая нижняя кнопка, это реверс. Здесь нет обозначения, какой свет обозначает прямое или обратное направление, так что мне пока по непривычке приходится ещё дополнительно проверять на малых оборотах. Ну и правая нижняя кнопка, зелёная, это ручное управление, красная, это педаль. Итак, у нас коллекторный двигатель, прямое вращение, ручное управление. Нажимаем кнопку пуск. Двигатель вращается еле-еле. Начинаем прибавлять обороты. В крайнем правом положении регулятора индикатор показывает 35 тысяч оборотов в минуту, что и соответствует вот этому самому наконечнику. То есть выходное напряжение здесь максимальное тоже 30 вольт. Если же у нас управление педалью, здесь кнопка активируется автоматически и при нажатии на педаль двигатель начинает вращаться. Причём очень полезно, что двигатель стартует очень плавно. На Marathon M3 Champion, которому вот этот наконечник шёл в комплекте, двигатель стартует очень резко. Просто получается рывок. А теперь посмотрим, как работает бесколлекторный двигатель. Центровка здесь просто идеальная, поэтому практически не видно, как крутится двигатель. И если я попытаюсь сейчас придавить и затормозить его, у меня просто ничего не получается, потому что бесколлекторные двигатели сохраняют крутящий момент как на низких оборотах, так и на высоких. Ну а теперь прибавим к максимуму. На индикаторе будет до 50 тысяч, а наконечник позволяет работать до 40 тысяч. Ну а мы просто послушаем по звуку, что получается. Сейчас двигатель работает на 1 тысяче оборотов и его абсолютно не слышно. Даже я могу услышать, только если вот так вот приложу к уху. Прибавляем. Не знаю, вообще слышно что-нибудь или нет. Еще одна особенность. При выключении обычные коллекторные двигатели останавливаются по инерции, то есть проходит какое-то время. Для бесколлекторных двигателей есть еще дополнительная функция торможения. И наконечник останавливается очень быстро. А сейчас ради любопытства сравним уровень шума двух наконечников. Сначала коллекторный. Бесколлекторный. Это еще учтите, что на видеокамере стоит очень чувствительный микрофон, который пытается подтянуть все звуки, даже самые тихие. Но все равно разница очень ощутима. Единственное, что забыл, пожалуй, для полноты картинки я покажу, как стартует наконечник на родном блоке. На этом блоке, как вы помните, такого нет. Однако это все лирика, и пора переходить к тестированию, к проверке крутящего момента. И здесь мне еще придется обратиться вот к этому самому блоку для работы с коллекторным наконечником. Он по-разному работает на этом и вот на вот этом блоке. Хэнди 700 я успел только чуть-чуть погонять, и я чувствую, что мне требуется еще некоторое время, чтобы к ней привыкнуть. Тестировать наконечники я буду на различных материалах, но начну, пожалуй, с коровьей косточки. Использовать буду вот такой вот хирургический бор. Он не самого большого диаметра, только по той причине, что работать я буду на максимальных и на минимальных оборотах. И будем смотреть, как тянет один и другой наконечник. Просто для вот этого наконечника на 40 тысячах большие борфрезы работают не очень хорошо, и это не совсем безопасно. Смена производится стандартно поворотом муфты. Итак, максимальные обороты, косточка, хирургическая борфреза. 2,8 ньютона на сантиметр. Это очень хороший крутящий момент, но все-таки наконечнику тяжеловато. Если я поставлю, например, половину оборотов, скорость тоже ощутимо падает. Теперь то же самое на блоке Хэнди 700. Во время работы скорость тоже проседает, но как только я отрываю бор от материала, происходит небольшое увеличение оборотов. И работает наконечник более уверенно, более быстро. Происходит это потому, что здесь уже стоит даже для вот такого наконечника электроника с откликом. Это уже намного лучше, чем в Marathon M3 Champion. Поставим наполовину. Наконечнику также тяжеловато, но все равно работает он намного увереннее. Единственное, что, конечно, может быть не совсем большой плюс, наконечник явно будет греться сильнее, потому что при увеличении нагрузки и падении оборотов, этот блок немного добавляет напряжения, делает его чуть-чуть выше номинального. Собственно говоря, в этом и заключается принцип работы электроники с откликом. Происходит небольшая добавка напряжения и увеличивается крутящий момент. А теперь та же бор-фреза, только уже в сороковом наконечнике. Здесь, я думаю, вы заметили, что как только я резко вгрызаю сбор-фрезой в материал, происходит небольшое падение оборотов, и электроника сразу же это отслеживает, и начинает работать схема поддержания оборотов под нагрузкой. Это как раз и есть та особенность, которая для меня пока непривычна. Но если вгрызаться в материал постепенно, то этого падения оборотов не происходит. Можете обратить внимание на индикатор. Он показывает фактические обороты двигателя под нагрузкой. Вот этот наконечник задавить нагрузкой просто нереально. Казалось бы, и 37-й наконечник тянет очень хорошо. Но вот когда речь заходит о полировке, при работе, например, вот с войлочными дисками, вот тут крутящий момент имеет очень важное значение. Поставлю, например, 20 тысяч оборотов в минуту и немножко пополирую кость. Ну, точнее, пошоркаю ойлоком. Вот, собственно говоря, и всё. Мощности этого наконечника просто не хватает для полировки. Вот на такой оснастке крутящий момент очень хорошо ощущается, даже на половине максимальных допустимых оборотов. Ну и, как видите, войлок начал гореть, ну и, соответственно, сгорела кость. Это просто как показательный пример, естественно, такого допускать нельзя. Ну и опять же, первоначальный момент, когда я даю очень большое усилие, сначала просадка оборотов, а потом электроника реагирует и поддерживает их на должном уровне. С косточками разобрались, теперь попробуем пофрезеровать бронзу. Бронза очень плотная. Ну и не забываем, что нужны очочки. Сравним ради интереса со старым блоком. Ну, как видите, тянет чуть-чуть похуже, чем с новым. Да, вот еще интересный момент. Здесь санга чуть-чуть глубже. В 37-м наконечнике от начала насечки до начала санги остается где-то миллиметр два. Здесь, ну, миллиметр на три глубже. В целом, думаю, комментарий излишний. Он гораздо лучше по производительности. Во-первых, обороты больше, надавить можно гораздо сильнее, и обороты не падают. Поэтому снимает материал, он где-то раза в четыре, а может быть даже и в пять лучше, чем 37-й наконечник. Машинка совсем свежая, и куплена она, можете посмотреть, 3 декабря. Ну, а сейчас вернемся к той бумажке, которую я обещал вам показать. И если вы сейчас стоите, лучше присядьте, потому что здесь счет на эту машинку, счет предварительный, 44 тысячи. Это цена в рознице. Ценник, конечно, мягко говоря, ну, не вменяемый. Если сравнивать с марафоном Твит Чемпион, стоимостью где-то 8,5-9 тысяч рублей, то разница 4-4,5 раза. Именно из-за того, что меня полностью устраивал марафон МТВ Чемпион, которых у меня сейчас два, я долго не решался купить вот эту вот машинку. Потому что, ну, сами понимаете, ценник 44 тысячи, как бы не хочется тренироваться на кошках. А попробовать было негде. Ну, все-таки я задавил свою жабу и решился. Но перед тем, как снимать этот обзор, я специально залез в интернет и посмотрел цены на профессиональные бормашинки для ювелиров. Ну, в частности, мне попалась на глаза машинка Бодека. Вот сейчас, если вы сидите, то лучше присядьте. Или даже нет, лучше прилягте. Бодека стоит с бесщеточным двигателем 235 тысяч рублей. Вообще, конечно, ценообразование штука непонятная. И если в названии стоит ювелирная или для ювелира, то ценник как минимум на 30-40% выше, а иногда даже в несколько раз выше, чем, например, обычный инструмент. Ну, и вообще, что касается оборудования для ювелиров, здесь, конечно, цены всегда безбожные. Взять те же самые борфрезы. Например, на Sapphire.ru, если брать обычные стальные борфрезы, ну, какие-нибудь маленькие, вот, с маленькими головочками, вот такого типа, сферы или цилиндрические борфрезы, на Sapphire.ru они стоят где-то от 47 до 53 рублей. В стоматологическом магазине, ну, в смысле, в магазине для стоматологов, я их покупаю 27-32 рубля штука. Тоже касается и алмазных борфрез, и других. Есть, конечно, и очень-очень дорогие, но это уже такие специализированные, целиком твердосплавные, и, понятное дело, там сына будет другая. И даже если взять вот такого вот типа борфрезы, то есть это стальной хвостовик и твердосплавная головка, крупная, с диаметром 6 миллиметров, в стоматологическом магазине стоит 215-218 рублей, а в Sapphire от 235 рублей и выше, и то это в ценах где-то полугодовой давности. В стоматологических магазинах цены практически не изменились. Ну, понятное дело, чем это обусловлено. Ювелиры, они же работают с драгметаллами, и поэтому у них у каждого под верстаком стоит пара-тройка мешков денег, так просто про запас. Хотя, опять же, если здраво рассудить, по части электроинструмента, есть инструмент дешевый, типа, например, какой-нибудь МакАлистер, может быть Интерскол, может быть еще какая-то фирма, то есть инструмент бытовой или полупрофессиональный. Есть инструмент более дорогой, это Макита или Деволт, очень хороший инструмент, он многих устраивает. Но при этом люди, например, ну, в частности я, покупают Фистол, Мафель. И разницу, допустим, между электроинструментом я ощущаю, я ее знаю, и здесь мне проще судить. А вот, например, бурмашинка и бодека я никогда в жизни не работал, и, скорее всего, мне никогда не доведется, не представится такой случай. Поэтому я не хочу делать поспешных выводов. Думаю, более понятным будет пример, ну, большинство мужчин-автомобилистов, да и женщины сейчас за рулем тоже много мотаются. Это, как, например, сравнивать Део Матис, Мерседес С-класса и Ламборджини. Из пункта А в пункт Б можно добраться на любом транспортном средстве, но с различной скоростью и с разным комфортом. Разницу между этими двумя машинками я уже полностью ощутил. И да, разница в цене подтверждается разностью в параметрах. Но я люблю докопаться до истины и полез копаться в машинке бодека. Хотя могу ошибиться в произношении. И вот, например, самая простенькая машинка. Это скриншот 158 700 рублей. Цена, естественно, не вменяемая. Но я начал копаться дальше. И вот, что я нашел. Обратите внимание, самый главный параметр это крутящий момент. 24,7 сантиньютон-метр. Если переводить привычные нам ньютон-сантиметры, то это будет абсолютно та же цифра. Цифра, в моем понимании, просто запредельная. И, наверное, такую бормашину можно использовать для пуска автомобиля вместо старкера. И такая напрашивается фраза. Это вообще законно? Я даже не знаю, где можно применить такой крутящий момент в ювелирном деле или, например, в резьбе по кости. Но если такие машинки делают, наверное, это востребовано. Вот отсюда и складывается цена на инструмент. Из его характеристик. Так что не нужно удивляться, что почему такая запредельная цена. Все абсолютно подтверждено либо качеством, либо характеристиками, а чаще всего и тем и другим. С точки зрения рядового обывателя весь инструмент одинаковый, ну а дальше идет только накрутка за бренд. Тому, насколько наглости хватит. Я не придерживаюсь такой точки зрения и никогда не берусь судить об инструменте, который не держал в руках. Не хочу делать поспешных выводов, чтобы потом не краснеть. Я так думаю, что праздные зеваки отвалились еще на второй минуте обзора, поэтому сейчас еще немножко информации по поводу вот этих наконечников с цанговыми зажимами. Ни в коем случае не закрывайте цангу, не вставив сюда либо какой-то просто бор с хвостовиком 235, либо транспортировочный штифт. Если у вас закроется пустая цанга, то ее там очень сильно заклинивает. Потом приходится прилагать очень большое усилие для того, чтобы раскрыть цангу. Ну вот с такими наконечниками ко мне никто не обращался, потому что, ну это просто запредельная цена. А вот про Marathon M3 Champion с 37-м наконечником и про Strong 204 со 102-м наконечником. Это прямо с завидной регулярностью. Помогите, что делать? У меня закрылась цанга, не могу открыть. Делается это очень просто. Я сейчас, конечно, рискну, хотя делать так, ну, как говорят, нельзя. Закрываем пустую цангу. Она садится очень глубоко и своим пояском просто уходит внутрь конуса. Начинаем ее открывать, а она стоит на месте. И вот делаем такие в раскачку движения и она постепенно, постепенно, постепенно вот освобождается. Единственное, что у меня сейчас цанга открылась довольно-таки легко, потому что вот эта машинка, она в работе у меня уже, ну, вот этот Marathon M3 Champion с 37-м наконечником где-то, наверное, года 4,5. Вот, поэтому она уже разработалась, уже там пыли немножко поднабилась и она не закусывает намертво. А вот с новыми машинками будьте предельно внимательны. Ну, а эту машинку, естественно, я даже не буду пытаться демонстрировать. К этому нужно относиться очень внимательно. И очень внимательно вот еще к чему относитесь. Всегда закрывайте цангу полностью. Если, допустим, у вас цанга щелкнула, все равно нужно довернуть вот эту вот муфту для того, чтобы освободился шпиндель. И желательно еще даже проверить. Я, по крайней мере, после каждой смены Борфрест я обычно проверяю. У моего друга, который живет в Украине, в Киеве, получилось так, что у него цанга закрылась, но кольца не вышли из зацепления и вращение было заблокировано. Он включил машинку, но питание включено, ничего страшного. Оказывается, она стояла на ручном пуске. Естественно, сюда подавалось 30 вольт, и двигатель не вентилировался, перегрелся и просто задымился. Обзор был немного нудный. И я надеюсь, что те, кто пришел на мой канал за развлекухой, давно уже отвалились и отписались от моего канала. И, в принципе, это очень хорошо. Надеюсь, что остались только адекватные люди, с которыми общаться приятно. На этом на сегодня все. Не забывайте заглядывать в описание, ставить оценки, подписываться на канал. И до новых встреч!